Нам всегда нужны хорошие, способные, талантливые ребята. Выпускники вот этого отдела больше всего, наверное, получают. А если к вам придут два одинаково подготовленных человека, но это будет девушка и парень, кого вы возьмете? Я пообещал команде, что я везу всех в Дубай. Нужно брать из универа то, что он дает. Сколько здесь выпускников ГАСУ? Поднимите руки. О! Итак, мы начинаем! Да, всем добрый день! Меня зовут Соня, и сегодня с нами руководитель и основатель фирмы «Дом газобетон» Матрухович Антон Николаевич. Всем привет! Давайте я вам перед интервью проведу экскурсию по офису, что мы где работаем. Мы дома строим загородные, мы проектируем, то есть у нас несколько как отделов компании. Проектное бюро, стройка, инженерка, дизайн и отделка. То есть компания полного цикла, которая строит дома каменные. То есть мы проектируем, строим ее на индивидуалку. Пойдемте, расскажу. Каменные дома. Почему называется дом газобетон? Ну, в основном из газобетона. Вот смотрите, у нас здесь такая общая зона. Короче, это и весь наш офис, где мы сидим. То есть там open space и много всяких кабинетов, где сидят разные отделы. Короче, здесь у нас разбито на несколько юнитов. Здесь у нас строительный отдел. Они сейчас на планерке как раз. У них по понедельникам в 6 вечера планерка. Это отдел снабжения. Вот они еще сидят, работают. Здесь у нас отдел менеджеров, которые сопровождают стройку и заказчика на этапе стройки. Они тоже на планерке присутствуют. Здесь у нас работают проектировщики. О, что-то знакомое. Вот где два монитора, там проектировщики и конструкторы. Здесь у нас и проектировщики, и смельщики, и юрист, и мой бизнес-ассистент Алена. У нас такая, как немножко айтишная такая обстановка. Давайте дальше расскажу. Здесь вот получается стройка и проектировщики. А там у нас кабинет отдел продаж. Вот там отдел дизайна. Ну, можно вот давайте прям по всем пройдемся так, чтобы наглядно было. Здравствуйте. Отдел продаж. Здесь тоже у нас, как минимум, три выпускника ГАСУ, между прочим, работают. Какие-то, может быть, приятные слова можете сказать по поводу ГАСУ. Толково, ребята. У нас другие не работают. Вот, как бы, наверное, у студентов понимание, что обязательно нужно идти в проектировщики, да, или куда-то в прорабы, в руководители проекта. Вот ребята работают менеджерами, продают стройку. Можно у них спросить, как. Хотели бы архитектором быть? Как? У нас дорог нету, да? А ты на каком учился в фокусе? ПГС. ПГС? А ты работал про обо мне? Нет. А есть вообще смысл учиться на СУЗС, если можно отучиться на ПГС и потом точно так же работать? СУЗС – это более определенная специфика, то есть это немножко стройка и архитектура одновременно. Поэтому думаешь, что если в дальнейшем на что-то интересное идти, СУЗС приходит. А вы на СУЗС? Да, да. Расшифруйте для аудитории. Строительство уникальных зданий и сооружений. Это самая крутая, типа, да, такая? Да, все это больницы, вокзалы, стадионы. Мосты? Нет, мосты – это отдельная история. А мы можем пойти. А мы можем пойти на мосты, да. Переучиться можно? Нет, у нас распределение геотехника, там мосты, да-да-да, ЖБК, МК и там еще что-то. У вас больше всего конструкторов, наверное. Да, так и есть. У нас вот конструкторы с ВОВА, с СУЗС, вот этого. Да, между прочим, выпускники вот этого отдела больше всего, наверное, получают. У нас сколько время сейчас? Полседьмого, да, у нас часть людей уже до семи, с десяти до семи рабочий день. Это у нас инженерный отдел. Короче, здесь мы проектируем инженерные сети. Когда дом спроектировали, да, дальше здесь отопление, вентиляция, электрика, инженерка вся. Как по мне, это самое сложное. Ну, видишь, самые эти, самые умные сидят. Так, чего здесь? Здесь у нас бухгалтерия, снимать не будем, да. Здесь у нас департамент отделки. Он пока небольшой у нас, потому что все на объектах, в основном, разъездной характер работаем. Мы сейчас, короче, больше строим, чем делаем отделок. А вот отдел дизайна. Давайте еще покажу. Самые творческие? Ну да. Это отдел дизайна у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто-нибудь в ГАСУ у нас? Кто? Поднимите ручки. Я туф. А ты, Маха, нет? Нет? А на каком направлении? А, Андрей в ГАСУ, да. А как так получилось, что вы стали потом дизайнером? Точнее, я сначала стала дизайнером, а потом пошла на КГС. А ты что, на заводчике же, да? На вечерке. На вечерке. На конкурсе? Четвертый. Четвертый курс. И это последний получается? Ну, еще полгода будет, чтобы диплом взять. И что потом будет? Все, выпуск. Потом перейдешь право, это... Может быть. Ладно, пойдем дальше. Чего еще показать? Ну, это такие административные у нас отделы. Это HR-отдел. Это мой кабинет. Скромная. Это финансовый отдел, который все считает. Наше интервью, оно приурочено к Дню проектировщика. И я бы хотела задать вам пару вопросов. Расскажите, пожалуйста, про то, как вы все-таки пришли в строительство. С чего начался ваш путь? Я так понимаю, у нас аудитория будет смотреть в основном студенты, да? И, может быть, абитуриенты. Насколько раньше начинать рассказ? Начинайте со своих студенческих лет. Со студенческих прям. Ну, я вообще сам родом из Беларуси и заканчивал ПГС в Брестском государственном техническом университете. Вот. Там нету, как в России, разделения бакалавриат и... Специалитет? Нет, вот там, как это, наверное, сравнимо с вашим специалитетом. Пять лет я учился, в общем. Ну, что-то между, да. Да, да, да. Ну, то есть вот закончил, соответственно, потом поработал... Какой... Два года у нас есть обязательно отработка. Если ты учился на бесплатном, ты должен два года отработать... По специальности. Да, по специальности, желательно на государство. Вот, если ты не нашел вариант в частную компанию строиться, а никто тебя не берет обычно в частную компанию сразу. И вот как раз, когда два года закончились, я начал строить загородные дома. Вот, если так, если кратко. А вот до интервью вы нам рассказали, что еще в садике были проблески. В садике. Которые натолкнули на то, что вы в дальнейшем будете строителем. Настолько надо это... Настолько раньше... Да, была история, про которую я рассказал. Когда-то это в нулевой или там первый класс, нулевой класс такой был этот или старшая группа, мы собирали из конструктора, и у меня хорошо получалось собирать всякие замки из конструкторов. И меня когда-то очень эмоционально запомнилось, как меня похвалила воспитательница. Сказала, Антон, такой молодец, такой классный замок построил. Говорит, ты будешь архитектором, сто процентов. Вот. Я не знал, что такое архитектор, потому что слово новое для маленького человека. Вот. И, ну, я запомнил это, и все время, когда меня спрашивали, Антон, кем ты хочешь стать, я говорил, хочу архитектором стать. Вот. И, наверное, это как-то спроецировалось на дальнейшем мой путь. Я неплохо рисовал, и у меня хорошие способности по математике были. Соответственно, у меня был выбор поступать. Я хотел на архитектуру поступать, но так как я из маленького городка, у меня не было возможности подготовиться к рисунку. Потому что там нужно было брать репетитора. Поступительным экзаменом, да. Да, там сложная была история. Поэтому я поступил на ПГС. Ну, это интересный факт. О чем, собственно, я не жалею. В общем, все возможно. Так что ребята, которые сейчас учатся на ПГС, хотят быть архитекторами в будущем, дерзайте. Все будет супер. Расскажите, почему вы занимаетесь сейчас частными домами? В общем, я-то строил и большие, получается. Если начинать с университета, я на пятом курсе, когда подходило время, у нас последний семестр, это дипломная работа. То есть, в принципе, свободное посещение, ты делаешь диплом. И я на последний семестр все накопленные деньги, кстати, я их накопил на том, что делал курсовые работы по архитектуре, между прочим. У нас архитектура была для второкурсников, у них была как раз-таки архитектура загородного дома. Вот. Я, наверное, таких курсовых работ сделал штук 20. Вы руку набили, получается. Да, да, да. Вот. Накопленные деньги. Я снял квартиру в столице и поехал искать работу там. И ходил по собеседованиям, как бы искал. Я тогда хотел устроиться мастером или прорабом. Вот. Но нигде меня, конечно, даже не брали. И в одной частной компании нужен был прораб в командировку в самый отдаленный уголок страны. Ну, Беларусь не такая, большая, но тем не менее. Рядом с Чернобыльской зоной есть такой город, Хойники называется. Туда нужен был прораб, чтобы строить гипермаркет. Вот. И меня взяли, потому что никто другой в здравом уме не хотел туда ехать. А мне было по барабану, потому что мне нужна была какая-то специальность. Вот. И я так попал на первую свою работу. Вот. И уже на пятом курсе я работал прорабом. Ну, по специальности, получается, в принципе. Причем это было такое испытание, стресс-тест. Вот. Меня взял этот руководитель, который... Ну, это не первая моя, как сказать, такая, куда я устроился. Там были какие-то варианты, но меньше месяца. Ну, то есть там как-то не то, что нужно. И вот на этой работе меня взял этот руководитель, который нанял, заместитель директора. Говорит, сейчас поедем, все поймешь, там планерка будет. Все вообще там на планерке поймешь и вольешься. А там был прораб на объекте, который... Это была генподрядная организация. Они строили гипермаркет вот этот. И там был у них командирован прораб, которому сняли квартиру, и он там жил. Вот. Я приехал, на планерке постоял. Там все друг друга матами этот... Посылают, что-то ругаются. Когда планерка закончилась, они обнимаются и здороваются. И врачей никогда не понял. Вот. Но в этот же день на этой же машине, на которой меня привезли, прораб, который там был главным, он уехал. И меня оставили как генподрядчик, единственная прораба. Хотя об этом я вообще никто не предупреждал. А я без опыта работы... Ну, у меня были всякие практики. Меня просто кинули. Да, еще что-то. Меня как котенка кинули в воду, и я научился плавать таким образом. На меня оставили. Он говорит, я на пару дней, на выходные. Я в итоге приехал через две с половиной недели. И получается, я полностью взял все... Вынужден был взять всю работу под свой контроль. И таким образом я вот валился в работу. А так вопрос не по делу. У вас на планерках также ругаются все матом или нет? Нет, нет, нет. За время работы в большой стройке понял, что там другие ценности. То есть там ты строишь, там объемы важны, там нужны показатели, там как бы человеческие такие вот ценности, качества, они как бы вторичные. То есть там четко как вот... Я это понял, когда я параллельно, меня просили друзья там спроектировать дом какой-нибудь. Потом я начал постепенно строить. Это параллельно было с основной работой. Я по выходным ездил, контролировал стройку вот у знакомых, у друзей. И я понимал, что происходит на основной работе и что происходит там. И это вот два разных мира, короче. Вот там я строю для души, и клиент, вот мой друг, заказчик, он радуется, он кайфует от того, что ты сделал, вот ты построил, короче, ты создаешь какую-то ценность, которая... Понятно, приносит положительные эмоции. Да, 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 и ты от этого тоже кайфуешь. И приходишь на работу, а там рабочих кидают, там технодзор режет все, моменты, там важна скорость, количество людей, там не те приоритеты, не те ценности. То есть такая большая структура, в которой, я уверен, что есть где-то большие стройки, и уже с того момента прошло больше 10 лет. Ну, я думаю, есть и хорошие стройки, и большие. Вот, но на тот момент мне показалось, что вот в загородке там ты видишь результаты, ты кайфуешь от того, что делаешь. А в большой стройке ты как бы являешься, да, таким вот винтиком в большой системе. Причем в системе нацеленной не на понятные какие-то штуки. И совсем с не теми ценностями, которые мне откликаются. А во мне с детства есть история жажды справедливости. Ну, то есть вот я создал такой свой мир, где нужные ценности, и где царит вот справедливость. А какой вы можете отметить самый крутой проект, по вашему мнению, и почему? Самый крутой проект, ну, наверное, вот последний, где я был как прораб, участвовал как соархитектор, что ли. Ну, я сам не делал этот проект, но работал над идеей. Это вот Репина парк 1, не знаю, его надо как-то, наверное, вставить вот здесь, показать. У нас есть уже проекты гораздо круче, гораздо интереснее, но это дом, над которым я участвовал именно и в проектировании, и в строительстве. Один из последних, где я именно принимал участие как прораб даже. Ну, то есть я на этапе коробки сам еще контролировал его. А сейчас вы проектируете или только руководите? Не-не-не. Я бы с радостью, может, для души где-то что-то делал такое, вот, но сейчас, конечно, нет. А это ваш единственный бизнес, которым вы занимаетесь? В смысле? Ну... Тут его, да, конечно, ну... А, угу, ну, не знаю, мало ли. Может быть, вы еще чем-то занимаетесь, не только в сфере строительства. Слушайте, ну, наверное, стоит сказать для аудитории, что мы проектируем, строим, делаем инженерку, делаем дизайн, делаем отделку в загородных домах. Компания Домгазобетон обязывает строить нас в основном из газобетона. Вот, но мы также и монолитные дома делаем, много у нас проектов интересных с монолита. И кирпичные дома есть, из керамики, из теплой керамики. Ну, именно вот каменные дома, каменное домостроение. У нас офис в Москве есть, ну, то есть мы и в Москве строим, и в Питере. Два региона. Это, наверное, очень сложно, мне кажется, и в Питере пытаться, и в Москве. Да нет, на самом деле все очень похоже. У нас, мы строим уже, наверное, года три там и там. Просто офис именно открыли только в этом году. А, ага. Один и тот же клиент, одни и те же, как у нас весь бэк-офис находится здесь. То есть все проектировщики, сметчики, снабжение, все находится здесь. Ну, то есть мы начинали с Питера, я живу сам в Питере. То есть у нас просто некоторые люди переехали туда. Да, вот каких-то сотрудников мы взяли там. Я езжу часто, раз в месяц стабильно я езжу в Москву. А вот насчет сотрудников. К вам тяжело попасть вообще? Какими качествами нужно обладать, чтобы попасть к вам в компанию, работать? Ну, у нас сейчас, вот я в какой-то момент понял, что у нас ГАСушников из ГАСУ. Это нормально назвать, нет? Нельзя так? Да, да, можно, можно. Короче, у нас в разных отделах работает почти, наверное, человек 15-20 из ГАСУ. Некоторые даже и сейчас учатся там. Ну, это вот, ребята, знайте, куда идти. Вам тут рады. Да, у нас много архитекторов талантливых, конструктор с ГАСУ, сметчик, прорабы, руководители проектов, менеджеры. Ну, сами вот видели. А я вот слышала такой миф распространенный, что человек, который заканчивает с красным дипломом, ему тяжело поступить в строительную компанию, потому что его не берут, не знаю, по каким причинам. Но вот почему-то так говорят. У вас есть люди, которые... А вы на красный диплом идете? Вы, да? Да. Прикольно. А у вас есть люди, которые работают здесь с красным дипломом, которых вы взяли? Слушайте, не знаю. Вот я себе, например, как сказать, нет, я сам по себе, у меня не красный диплом, но на потоке ПГСников из 150 человек у меня самый высокий средний балл был. Ну, то есть я такой, как бы... Ну, мне нравилось то, что я делаю. Я, наверное, до... Не знаю, стоит, наверное, рассказать. Вот я первый курс, у меня были такие горящие глаза, как вот сейчас меня научат, там, вот вообще всему. А первый курс, это была такая теория прям. Второй курс начались, там немножко профильные такие, там, строительная механика, да. Сначала она теоретическая, потом строительная, сопромат. Вот, уже такой интересный, блин, скоро будет вот еще что-то там. Потом на третьем курсе тоже думаешь, вот сейчас, и я прям вот горел во всем, разбирался. А на четвертом курсе я как-то понял уже, что, блин, ну тебя тут всему прям полностью не научат. То есть я понимаю, что уже четвертый курс, это предпоследнее, у меня был пятый-последний, и что надо что-то делать. То есть я, наверное, на курсе четвертом как бы сосредоточился на самообразовании, книжки стал читать, какие-то вот курсовые брать на заказ. То есть прям понял, что, ну, никто меня здесь вот так, нету такого, что тебя выучат, и куда-то там это отправят. Про красный диплом. Я слышала, что некоторые работодатели думают, что человек просто, ну, как бы приспособился, и умеет получать хорошие оценки. Ну, смотря на какую должность. То есть если это будет… На должность проектировщика. Если это будет менеджер по продажам, тогда, да, с красным дипломом он вряд ли будет хорошо продавать. Если это проектировщик, то да, сто процентов. Ну, то есть я так, как я сам хорошо учился, я обращаю на это внимание. Ну, то есть нет, таких предрассудков точно нет. Это говорит о том, что человек исполнительный, человек трудолюбивый, человек умный и способен разобраться в каких-то областях. Вообще самый главный навык, который мы приобретаем в универе, это, я считаю, навык учиться. Ну, то есть вот это самое важное, что я оттуда взял. То есть если ты разобрался в сопромате, в ЖБК и в металлах, как бы сам, то ты можешь разобраться и, там, не знаю, как делается УШП, это утепленная шведская плита, как делается там стропилка, какое сечение, какие материалы, как управлять сотрудниками, как нанимать и бизнес-процессы какие-то осваивать. Вот это я на самом деле считаю, что очень важная такая история, которую нужно взять из универа. Я бы ничего против не имею красного диплома. Я, причем, вот у меня бизнес-ассистент, она как раз-таки отличница, да. Вот бизнес-ассистента я взял именно отличника. Их, как сказать, не стоит очередь, там, с красным, не с красным, это как бы вторично, мы выбираем не на эти вещи, обращаем внимание. А меня возьмете на работу? А кем вы хотите? Проектировщиком. Смотрите, вот те проектировщики, которые у нас работают, мы их брали все равно на основании каких-то кейсов, то есть они не нулевые. Я понимаю, они принесли какое-то портфолио свое, собственно. Ну, портфолио даже вот у нас есть проектировщик, который пришел с проектами, которые он делал в качестве работ в процессе учебы. Но мы видим, что они крутые, ну, то есть есть талант у человека. Охота отдавать знания и обучить его, немножко подучить, как бы, и он дальше сам-сам-сам развивается. То есть получается опыт, в принципе, нести. То есть нужно на что-то взглянуть, мне нужны какие-то результаты работы. То есть просто вот, смотрите, я такой хороший, такой умный, да, возьмите меня, пожалуйста, но это странная история. Нужно потрогать результаты вашего труда. Да, то есть вот что вы делали, покажите. Ну, то есть даже учебные проекты подходят, не обязательно опыт. Я, в принципе, пойму, это какая-то, или это нормальный проект, и вы действительно талантливый человек. Ага, хорошо. Еще такой интересный вопрос. Какие ошибки застройщики часто совершают в процессе строительства домов? Чем вы отличаетесь от других? Застройщики, это в смысле мы, да? Ну да. Просто когда слово застройщики употребляют, то это какие-то как девелоперы, застройщики, которые строят за банковские, либо за свои деньги. Мы же не строим ни на продажу, у нас нету каких-то своих пока поселков или еще чего-то. Мы оказываем услугу людям по строительству дома. И мы оказываем ее круто. У нас, поэтому довольно много клиентов, которых, ну, клиентов больше, чем мы можем осилить. У нас нету маркетингового отдела какого-то, который генерирует там трафик, заявки. Наш именно маркетинг в продукте, то есть мы строим хорошо, качественно, и клиент это видит, чувствует и приходит на эту историю. Про ошибки, ну, надо же ошибки сказать, какие-то ошибки в стройке. В любом случае ошибки есть, они существуют. Важно, как ты их воспринимаешь и как ты на них реагируешь, то есть как ты их исправляешь, что ты делаешь. Делаешь ты какие-то выводы и какие-то перестройки в системе, чтобы их потом не повторялось. А вот еще насчет вашего телеграм-канала. Мы его посмотрели, и там был такой вопрос, какие же качества люди ценят именно в вашей компании, и меньше всего люди проголосовали за стоимость. Как вы можете это... Как раз таки, а больше всего люди проголосовали за качество строительства, потому что мы круто качественно строим, и люди нас выбирают именно за качество, и там вторая ветка за стиль, экспертность и то, что у нас компания полного цикла. То есть у нас не только проектирование, потому что есть много студий, которые делают много проектов, крутых, классных, и они отправляются в стол. Ну, я понимаю, да, никто их не реализует. Есть много строителей, которые делают коробки, а мы делаем и проектирование классное, и стройку, и у нас есть инженерный отдел, отдел дизайна и департамент отделки, который делает, доводит эти кейсы под ключ. А стоимость, она просто вторична, когда мало таких компаний, которые дают такую ценность. Поэтому я понимаю, что людям... Ну, для меня это тоже в некоторой степени неожиданность. Я понимаю, что можно цену повышать на наши услуги. Но важно при этом сохранять качество и ценности, которые мы даем. Я понимаю, цена-качество, да, в соответствии. Просто мало компаний, которые строят реально круто. Ну да, я видела ваши проекты, очень красивые дома. Насколько я могу их оценить сама, с высоты своего опыта, они очень красивые внешне. На них приятно посмотреть. Спасибо. И вот, кстати говоря, насчет ваших стилей. Я так поняла, там больше именно минимализма какого-то. Вы его придерживаетесь или есть, может, какие-то еще определенные стили? Минимализма в чем? В архитектуре или в дизайне? Ну, в дизайне тоже. Но, в принципе, вот посмотреть на дома, на ваши, и вот как будто бы, мне кажется, что там присутствует стиль минимализм. Насколько, опять же, я могу оценить? Слушайте, сейчас просто нету такого явного разделения, что кто-то строит в стиле барокко, классицизм или еще что-то. Да, сейчас все строят этот стиль, сейчас называется современный. Да, современный, там немножко сканди, немножко есть даже стиль одной студии, вот есть студия 54, когда такие контрастные картинки, вот сейчас. Это веяние, запрос клиентов, то есть это людям нравится. Вот, ну, мне лично нравится стиль минимализма, наверное, поэтому это является каким-то отражением, в том числе и того, что мы публикуем, ну, и на то клиенты и приходят. Минимализм, да, да, наверное, в большей степени, но я бы не сказал, что только минимализм. А насчет количества домов, которые вы построили, вот вы нам также рассказали, что у вас есть какие-то определенные планы, на каждый год вы себе их ставите, пытаетесь их выполнять. В прошлом году было построено 60 домов, а в этом году? В этом году больше 60, да, пока не знаем, год еще не подошел к концу, и как раз-таки все сдачи идут вот сейчас, самое такое пиковое время, когда дома достраиваются, сдаются. Ну, как правило, у нас цикл такой годовой. А вот, я думаю, около 80 где-то. А вот, получается, после того, как все ваши сотрудники выполняют какие-то определенные обязанности, вы, как бы, как вы их поощряете? Расскажите про ваши тимбилдинги, многочисленные. Здесь половина фотографий из Дубая. У нас в 2023 году была цель 60 домов построить за год. И если мы их построим, я пообещал команде, что я везу всех в Дубай. Ну, не всех, а 15 человек, которые лучше. И у нас 15 человек путешествовали в феврале этого года в Дубай. В этом году тоже, если мы построим уже 80 домов, тоже будет какое-то путешествие. Офигеть. Я знаю, что вы вроде построили, сколько сейчас, 248 вроде. Не, ну это за все годы. Да-да-да, за все время. Да-да-да. Я поняла, а вы считаете за год? За этот год, да, 80 нужно построить. А сколько уже построили, вот прошло полгода? 40 есть? Слушайте, 40 есть, но, короче, там не факт, что мы 80 построим еще. Все получится. И поедем все на речку, да. Ну, а это тимбилдинги. Мы часто бегаем гонку героев каждый год, бегаем. У нас две команды, у нас первый раз... Еще спортивные. Да, у нас гонку героев бежали, два года назад мы бежали команда офис и команда строителей. Короче, кто кого. И кто кого? А догадаетесь? Строители, надеюсь? Нет. Нет? Офис победил, короче. Ну, там буквально на полторы минуты. Вот, а в этом году уже строители обиделись, сказали, что мы не... Они не побегут больше. Не будем, да, у нас было две команды из офиса. Корпоративы у нас каждые три месяца где-то. Хорошо. А может, вы можете посоветовать что-нибудь людям, которые вот только выпускаются из универов? Ну, как минимум первое время я бы отдался полностью, ну, я не знаю, себе бы, я бы сделал все так, как я и сделал. Возможно, в Россию надо было поступать, да, а у меня, а не в Белоруссии учиться. Надо в любом случае во время учебы, во вторую часть ее, уже идти работать, то есть искать какие-то подработки, не знаю, практики, еще что-то, удаленная работа. Вот. Но, тем не менее, нужно брать из универа то, что он дает. Вот. Глупо, как сказать, находиться в этой среде и не взять то, что там происходит. Ну, то есть я впитывал все, что дают. То есть мне пригодилась и экономика, как оказалось, и социология, и все, и философия, все, что там было, вроде не прикладное. Ну, да, да, кажется, что зачем это нужно. Да, по факту, в какой-то период времени я был строителем, прорабом, в какой-то момент я был проектировщиком, когда я сам проекты рисовал, в какой-то момент я был сметчиком, в какой-то момент мне нужно было научиться общаться. Это тоже, как бы, такой тренируемый навык, вот, чтобы клиентам как-то презентовать себя. Когда они задают тебе вопрос, у меня сразу процессор включается, да, и... А нужно разговаривать, чтобы клиент думает, что с ним происходит, типа, вот, почему он молчит, да. А потом ты становишься кем? Руководителем. Руководителем, да. Потом в итоге ты становишься финансистом и маркетологом. Ну, вот, ты все время, все нужно. Ну, это если рассматривать должность предпринимателя, да, как ролевую модель, ну, не обязательно всем быть предпринимателями, это не самый простой, как сказать... Путь из тех, что можно выбрать. Да, и счастливый путь, да, который можно быть талантливым. Почему не самый счастливый? Ну, чтобы стать, добиться какого-то успеха, добиваются очень маленькое процентное соотношение. Ну, то есть из 100%, я думаю, меньше 10% те, кто доходят до какого-то результата. Ну, это большая, сложная работа, это бессонные ночи, как бы, это ты делаешь все в ущерб, не знаю, здоровью, времени, отношениям, семье, там, друзьям, еще каким-то моментом. Нужно обладать определенными качествами, то есть брать на себя риски, ответственность. Не всегда это нужно, смотря на кого какие цели стоят. Можно хорошо зарабатывать и не будучи предпринимателем. Вы, кстати, там сказали про книги, что вы очень много читали книг строительных. Это правда важно? Нет, я не только строительных читал книг, я как раз таки, когда я понял, что нужно еще не только строительные книги читать, я читал как раз таки популярные экономические, бизнес-литературу, такого плана книги. Просто сейчас, как бы, в эру наших технологий, которые развиваются, не хочется открывать книги, читать их лишний раз. И вот я думаю, насколько это вообще влияет. Там правда есть какая-то... А вы читаете книги? Да, читаю, но не в сфере строительства совсем. Ну, так я чего вы переживаете, вы же читаете какие-то книги? Ну, какие-то читаю, но это чисто психология, допустим. Вот, важно, чтобы вам нравилось. Все, отлично. Книги, ну, что из себя представляют книги? Книги, это, как правило, ну, нам кажется, что это там какое-то знание прям очень такое важное, сокровенное. Но сейчас, в последнее время, пишут... Кто хочет, кто хочет, я понимаю, о чем вы говорите. И в книгах не всегда важная какая-то вещь. Там, как правило, одна-две идеи размыто, то к ней подходят, то к ней не отходят. И в итоге, возможно, если это какая-то супер уникальная идея, то, возможно, это и стоит того, чтобы тебе ее разложили таким долгим способом. Сейчас я немного читаю. Я также смотрю вот много подкастов, много интервью на фоне, когда я еду на работу, с работы. Вот. Читаю книги, да, ну, я их читаю точно так же вот по необходимости. То есть мне нужно разобраться в финансах. Я читаю книги по финансам. Мне нужно разобраться в тайм-менеджменте. Я читаю тайм-менеджмент. А вот, что бы вы мне посоветовали? Дальше будет разделение. ЖБК, МК, геотехника, мосты. И вроде все самое главное вспомнила. Большепролетные также здания, там высотки. Куда лучше пойти? То есть вам нужно выбрать дальше специализацию? Да, мне нужно будет выбрать, да, куда пойти. Всегда нужно исходить из того, цель какая. То есть вы дальше... Допустим, много зарабатывать. Куда мне пойти? С каким материалом мне работать? Много зарабатывать? Да, вот есть железобетон, металл, еще есть дерево у нас. Я туда не очень хочу, если честно. Геотехника вот. Это просто как отдельно. Мосты. И вроде бы вот все, да. Смотрите, если вы хотите стать проектировщиком или конструктором, я бы пошел там на мосты, либо ЖБК, на какие-то такие вещи. Если вы хотите стать журналистом, то надо идти... То геотехника, да, наверное? Там, где вам будет легче и приятнее учиться, как бы, и пройти этот путь. Не, ну хочется больше... Не надорваться. Все-таки хочется больше, наверное, выучить. Ну... А, вы же отличница. Больше знаю. Да, конечно. Нужно выжать максимально из университета, на самом деле. Поэтому я думаю, пойду на ЖБК. Я тут вам не советчик. Но мне просто интересно, исходя из вашего опыта, вот, если бы перед вами стоял такой... Слушайте, передо мной стоял такой вариант. У нас было разделение ПГСников. У нас были... Скорее всего, тоже металлические были, наверное. Ну, там не металлические. У нас были КП, РП, ТП, ПП. Вот эта история. Там проектировщики, конструктора, реконструкция, техническая эксплуатация зданий. И производство и организация. Я пошел на организацию, технологии организации. И когда кафедру, по которой я выпускаюсь, выбирал, я пошел на кафедру технологии строительного производства, ТСП. Вот. Ну, там, где нужно организовать, посчитать. Вот это все. Ну, вот, вроде как сейчас тоже есть такое разделение. Ну, мне это ближе. То есть кому-то ближе, кто хочет. Если вы хотите проектировщиком работать, то вам нужно идти в конструкцию. Скажите, пожалуйста, ваши топ-3 книги, которые повлияли на... Мои именно, да? Да, именно ваши. Такой же вопрос интересный. Это, ну, не обязательно должны быть какие-то в сфере строительства. Это может быть просто какая-то... Нет, это по-любому не в сфере строительства будут. На меня повлияли... Может быть, бизнес, да, какие-то... Бизнес-литература. Ну, я же предприниматель. Я прочитал много книг. И, наверное, самые такие переломные, которые мне дали какой-то вот буст именно восприятия, это были те книги, которые я читал в начале пути. И это довольно-таки популярные бизнес-книги, может, для кого-то. Это первая книга «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Записывайте. Вторая книга «Наполеон Хилл. Дома и богатей». И третья книга, которую я как раз-таки в университете читал, это книга Олега Тинькова «Я такой, как все». Вот. Ну, его там автобиографическая. А подкасты какие вы слушаете? Сейчас, как сказать, это уже не связано со строительной историей. Мне нужно прокачивать скиллы построения команды, управления, стратегии, предпринимателя. Я смотрю Соколовского. Он берет интервью у многих как раз-таки руководителей, бизнесменов, учредителей. Наверное, вот его в основном смотрю. А как вы считаете, у вас сейчас хорошая команда? Вот вы набрали себе людей. Очень хорошая, крутая команда. Ну, я в нее вкладывался очень долгое время. Вот. И до сих пор. То есть часть моего времени занимает развитие команды. То есть я сейчас с руководителями в основном работаю в направлении. Но, тем не менее, ну, всем пытаюсь уделить время, насколько это возможно. Команда крутая. Вы сами похвалились. Ну, да, да. Все молодые. Так и есть. Все очень доброжелательные. А мы не только доброжелательные. Я по своему портрету выбирал именно еще технарей, которые вглубь. Ну, то есть не глупых людей, скажем так. Вот, которые реально шарят в своей области. Может быть, вы сейчас ищете сотрудников себе? И если ищете, то кого? Слушайте, мы растем постоянно. Вот мы как раз в этом году открыли офис в Москве. И количество запросов у нас на проектирование. Мы, кстати, проекты до какого-то времени вообще не брали, если клиент не готов строиться дальше. А запросов очень много. То есть и из регионов, и из тех, кто хотят сами строить. И у нас не хватает проектных мощностей. То есть нам нужны архитекторы, конструкторы, визуализаторы, дизайнеры, руководители проектов, прорабы. Нам всегда нужны хорошие, способные, талантливые ребята. Ну и, как сказать, сейчас, наверное, все, как вы говорите, все захотят. Мы не всех берем, то есть по каким критериям вопрос отбираем. Мы даем тестовые задания, даем психологические тесты, смотрим на кандидата, насколько он заряжен и заинтересован этим делом. Главное, чтобы были данные какие-то, да, и были цели и амбиции развиваться в своей области. А если к вам придут два одинаково подготовленных человека, но это будет девушка и парень, кого вы возьмете? Нету такого, что мы по какому-то германному признаку выбираем. У нас меньше девушек, поэтому я бы девушку, наверное, взял. Ну, просто для... Вообще, смотря на какую должность. То есть, если прорабом, то, конечно, напарня. Если проектировщиком, абсолютно неважно. У нас с технодзором работает девушка. Хотите, покажу планерку строителей? Да, вот это я хочу. Здесь у нас как раз проходит планерка строителей. Все, короче, не получилось, это незаметно. Короче, здесь планерка проходит, это как раз строительный отдел. Руководители проектов, менеджеры проекта. Сколько здесь выпускников ГАСУ? Поднимите руки. О! О! Почти половина, короче. Поэтому, вот. Кстати, у нас как раз экзамен будет проходить скоро, да, Дим? Да, сейчас мы как раз разбираем вопрос. Да, у нас будет аттестация, ну, внутренняя. А как часто это происходит? Ну, вообще хотим каждые 4 месяца, но так вообще раз в год должно быть. У нас просто своя база знаний, свои регламенты, свои техкарты, по которым мы строим. Потому что ИЖС сильно отличается от того, чему учат в универе и то, что на больших объектах. Поэтому... В общем, нужно забыть все, чему у нас учат в универе. Не, 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 забыть не нужно. Нужно как раз таки иметь знания базовые, чтобы на них накладывать то, что именно для загородки применимо. А много вопросов? Миллион. Да какой миллион? 30 вопросов. У нас будет тест, короче. Еще и тест? Нет, ну там есть двух частей. Тест и билеты, короче. В билетах 30 вопросов, а тест на 60 вопросов. Зачтено на 50 нужно ответить, да, по-моему. Они каждую неделю собираются и обучаются здесь. Ну, так они все уже это понятно знают, применяют. Я когда был студентом, я помнил, как к нам приходили какие-то люди из производства. И когда они рассказывали что-то прикладное, прикольное, ты как-то себя сопоставляешь. Что, блин, вот ты не просто теорию здесь учишь, да, а есть какие-то вот люди, которые реально потом кем-то работают. И ты смотришь, вот нормально, адекватный чувак. Типа, вот хочу стать таким же, типа, или хочу туда пойти работать. Ну, то есть я помню, как сразу такие раз, глаза открываются. Опа, это интересно. Я понимаю, что было бы ценно, если бы я что-то рассказал, ну, то есть показал, что мы строим, кто нам нужны, например, допустим, нам как работодателю, какие специальности нам нужны. То есть вот проектировщики, там, прорабы, кто нам нужен. Это было бы ценно для людей. То есть у меня есть такая потребность как раз-таки и отдавать, и делиться. Ну, потому что я понимаю, что это как обмен энергией. И с точки зрения HR-бренда тоже популяризировать нас как компанию. Ну, то есть сейчас есть время, есть желание, есть потребность. То есть у нас есть необходимость как раз-таки в хороших сотрудниках. У нас, кстати, средний возраст сотрудников около 30 лет. А я заметила, мне кажется, уже меньше. Ну, да, есть молодые, то есть у нас по 24. Коль, сколько тебе лет? 24 года. Вот, Коля, у нас сколько ты работаешь уже? Два года. Два года. Вот, Николай, проектировщик. Сколько проектов ты уже сделал? Иди сюда, в кадр. Ты в ГАСУ, по-моему, сейчас учишься, заканчивай. На заводчике. На вечерке. На вечерке. Но я пошел, это у меня уже второе образование. То есть я пошел выше. Вот. Первый у меня архитектурный средний специальный. Ну, и сколько? Я два года назад в компанию. Меня нашли. В том числе и Антон Николаевич присутствовал на моем. В беседовании. Тогда еще именно офисный отдел был прям совсем небольшой. Вот. По началу было достаточно как бы сложно вливаться в такой объем работы строительной. именно в проекте. Вот. Но в целом, ближайшее. Ну, как бы все подтянул быстренько. В общем, ты закончил колледж на момент прихода в компанию. И учился на вечерке в ГАСУ. Да. Колледж какой закончил, скажи? В государственной архитектурно-строительной. Между прочим, да. Ну, у меня был опыт работы и на стройплощадке, и в проектировании загородном, вот, и в реализации как бы загородного. Короче, вот у него уже были кейсы. То есть среди тех, кто скидывает портфолио, у Коли уже были проекты. И я среди проектов вижу, ну, как бы есть потенциал или нет. Ну, то есть, и вот Коля за два года прям сильно вырос. Ну, то есть, вот, согласен, да, посмотреть твой проект, с которым ты пришел, да, и какие проекты сейчас ты выпускаешь. Наверное, стоит, давайте вот сейчас покажем проект, с которым Коля пришел, да, ну, тоже неплохое. И, кстати, визуализацию Маша тебе делала, да, супруга? Я помню вот этот эскизик. Дизайнер тоже, кстати, работает у нас дизайнер, визуализатор. Между прочим, прикиньте, какая у нас семейная история. Ну, это видно по фотографиям было, да. А сейчас Коля делает вот такие проекты, да? Покажем здесь. Ну, опять-таки, это не то, чтобы даже я вырос, я, наверное, вырос вместе с компанией. То есть, по сути, когда я пришел, по большей части, ну, у нас вот был один, там, два дома таких вот хай-тек с плоской кровли, там, большие, вот тот же репин на один, как бы. Вот, ну, в перспективе там были еще. Вот, а в основном это были домики, там, ну, 100-150 квадратов, там, двускатные, там, и так далее. И уже вместе с компанией вырос я, может быть, вы умеете. Ну, вот хочу сказать, что Сонечка уже говорила сегодня про то, что у вас большая цена, и я решила сравнить вообще… В смысле большая цена? Ну, так, я сейчас с местом карьеры… Погодите. Не, я бы посмотрел здесь, смотря на что. Ну, то есть, у нас услуги проектирования относительно студии стоят очень недорого. Ну, то есть, если сравнивать нас, например, там, у них стоимость проектирования в шесть раз дороже, чем у нас. Шесть раз дороже. Ну, то есть, а продукты, вот проекты, которые я видел, их проекты, наш, они практически ничем не отличаются. Ну, то есть, даже более того, строители скажут на наш проект, вот это нормальный проект, этот, ну, как бы у них обертка круче, визы круче, упаковка, вот эта история. То, на чем мы как раз тоже сейчас работаем. Вот. Поэтому, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать, там, не знаю, с проектировщиками на Авито, да, или там ИП, каким-нибудь строителем, который отдает студентам проектировать, вот, конечно, у нас будет дороже, потому что у нас работает сейчас целая команда. Да, у нас над проектом трудятся много специалистов. У нас архитектурный проект проектируется где-то, ну, в среднем два месяца. В среднем два месяца идет проектирование, то есть, это разработка каких-то эскизов первоначальных, то есть, там, посадок на участок, там, идей, концепций, детальные, более детальные планировочные решения прорабатывают. Да, все, Коля, хорош продавать. Вот. Визуализации, там, фасады и так далее. И, опять-таки, то, что ты про стилистику говорил, все как-то не мог сформулировать. Сейчас, на самом деле, идет помесь. Помесь. Вот так это называется. Всех стилей, как бы, за прошедшее время с современной, да, ноткой какой-то. То есть, это не только, там, хай-тек минимализм, это, вот, стиль, там, райта. Райта с минимализм, да, да. В последнее время начал часто попадаться, то есть, это современные формы. Нет, слушай, если бы мы были крутые маркетологи, это надо было так завернуть, что это наш стиль, да, который мы разработали, да. Да, ну, как бы, заказчики приходят. Уникально. С большим количеством картинок, типа, вот, смотрите, мне понравилось здесь вот это, вот это. Вот этот мне дом у соседа тоже понравился. И мы, как бы, из всего вот это собираем. Франкенштейна, да? Ну, конфетки, не надо, конфетки мы собираем. Вот, опять-таки, основываясь на многих факторах, отталкиваясь, там, от участков, солнца, соседей, там, пожеланий и бюджета. Вот у Конна было интервью, братья, а не у меня-то этот. Сколько проектов сделал, расскажи, за два года? За два года в районе 30, я считаю. В районе 30? В этом году в районе 15 из них уже, из тех, которые в этом году строятся, 8 уже, из 15 спроектированных, там, по-моему, 12, то в процессе еще парочку, уже 8 строятся из тех, которые вот в этом году. То есть, опять-таки, к нам приходит заказчик, который хочет строиться, это, мы не просто делаем, как бы, проект стол, мы реально видим свою работу, фактически построенный дом. И, ну, приятно потом зайти в дом, который ты спроектировал, который ты прожил вместе с заказчиком на протяжении всех вот этапов проектирования. То есть, по большей части, тебе потом, даже когда дом строится, заказчик звонит тебе и такой, типа, я не хочу писать в чат, как бы, стройки Николай, там, вот, есть такие идеи, давайте, как бы, подумаем, сейчас можно, типа. Кто-то ставит, стеночек подвинуть, там, что-нибудь еще добавит, как бы, там, и так далее. И, ну, на постоянной основе, как бы, это вплоть до сдачи дома, ты действительно часто контактируешь, за заказчиком общаешься. И сколько, примерно, времени занимает, вот, от получения заказа до уже готового дома? Сколько вы тратите? Архитектурное проектирование в среднем полтора-два месяца. Но, вот, опять-таки, все зависит сильно от заказчиков, от того, есть ли у него понимание того, что он хочет. Вот, какие у него запросы, там, и так далее. То есть, реально бывают заказчики, которые приходят, вот у меня планировка, вот фасад, который я хочу. Давайте это соединим и получим красоту. Мы быстро за несколько недель приходим к какой-то ясности, выдаем проект, и все, благополучно, пошли в скором времени строиться. Но у меня есть заказчик один, я все-таки расскажу о нем. В октябре был бот, как клиент зашел на проектирование. Коля, неудачный кейс. Это неправда. Я сейчас расскажу, почему. Потому что это реальный индивидуальный подход. Понятно, что мы не весь год проектировали. То есть, я не каждый день там долбил сообщениями заказчика, типа, давайте, отвечайте, что вы думаете, и так далее. Понятно, были затишья, были какие-то более интенсивные моменты в проектировании. Мы проработали очень много вариантов. Но тут еще, на самом деле, сильно психология влияет на процесс работы, потому что все люди разные. Но по факту, мы неделю уже согласовали архитектуру. Суфья не зря психологические книги читает. Да, это реально важно, потому что очень много общения с заказчиками. Ты реально выявляешь потребности, чтобы сделать действительно классную вещь, которая нужна будет человеку. И по факту мы ее сделали. Я считаю то, что за год мы сделали офигенный проект, который сейчас начинается разработкой конструктива как раз-таки, который, я уверен, то, что мы... Да, может быть, через год, но мы его построим обязательно, как бы. И это будет реально тот дом, который нужен людям. Это нравится твоя работа? Да, мне нравится моя работа. Видно, ты прям кайфуешь, когда проект рассказываешь, да, такой. Насчет средних сроков, как бы, проектирования, что могу сказать? Ну да, в среднем это пару месяцев, действительно. Сколько строится дом? От площади... Нет, смотри, какой дом, да, какая площадь. Да, от того, что это за дом. А в среднем, вот если говорить о доме 200 квадратных метров, 200, это такой средний наш кейс, за год можно построить его полностью. Сильно еще зависит. Ну, под ключ с отделкой, с инженеркой, со всем. Если говорить... Все, в совокупности стоит около 8 миллионов. Тоже зависит, какая отделка будет внутри, снаружи. Я могу четко говорить, сколько стоит теплый контур. Вот, как застройщик, да, я могу декларировать, сколько стоят кирпичи и работа, да. А если клиент выбирает одну плитку или другую, у нас дизайн всегда разный. Поэтому вот цена за дом под ключ, она одна, а за теплый контур, она другая. То есть вот за теплый контур я могу сказать, что это в районе 50-60 тысяч за квадратный метр загородного дома. Ну, теплый контур, для понимания, это простой объем строительства, который можно легко осметить, посчитать. То есть это фундамент, стены, перекрытие, покрытие, окна. Вот, это именно... Ну, крыша и введенная коммуникация. Ну, введенная коммуникация как бы нулевого цикла, которая заводится под фундамент. Это действительно тот объем, который можно легко сесть и за полдня сделать смету, если у тебя есть нормальный проект. Если мы говорим про дальнейшую реализацию, фасады, интерьера, ландшафтные работы, то там плюс-минус прям... Ну, под ключ это где-то 120... Да, почему у вас ландшафтные работы тоже идут? Ландшафтные, мы сами не делаем ландшафтные. 120 тысяч за квадратный метр где-то дом стоит под ключ. Ну, именно с фасадами, с отделкой. Именно такие дома вот, которые мы реализуем. Опять-таки, может быть 100, может быть 200, может быть 120. Да. То есть это средний. Ну, ниже 100 вряд ли можно как-то извернуться так, чтобы построить. И опять-таки, все вот эти вот мысли, стоимости мы доносим заказчикам еще до заключения договора, хотя бы на то же самое проектирование. Что бы ты пожелал тем, кто выпустился из ГАСО и вот такой типа с дипломом в этой вот американской шапке, такой типа вот хочу стать проектировщиком? Ну, работает, причем они боятся как реально браться за работу. То есть я говорю, я реально работал, ну, и на стройке, и в проектировании я пришел сильно далеко за загородное строительство. То есть я изначально пошел в большую как бы проектную фирму, тоже там чему-то научился, потом как бы попал в Маломайске загородное строительство, поднатаскался там в планировках там и так далее сильно. Потом тоже по связям начал проектировать как бы знакомые домики, там частично помогать реализовывать. И таким образом вот дошел до этого. Но опять-таки, да, работать я начал сильно раньше, чем даже закончил колледж. Молодец. Ты уже на втором курсе стоял. Нормально, залетел в этот интервью. И наш последний вопрос. Какие у вас планы на будущее? В рамках компании мы будем развивать московский офис, ну, потому что мы открыли не так давно. Ну, нужно наращивать присутствие. Филиал в Казахстане мы хотим открыть, потому что запросов очень много с Казахстана. Вот. И будем улучшать продукт, повышать качество, делать то, что мы умеем делать. Спасибо большое. Хорошо. А на этом все. Подписывайтесь на нашу группу ВК. Подписывайтесь на Дом Газобетон в Телеграме, в Ютубе. И где еще в Инстаграме, да, вроде? Да, во всех соцсетях. Ну, вообще у нас в Инстаграме основной блог, который я сам веду. Да, я веду... Я думала, это в Телеграме. Я прям читала сообщения, где вы писали, что будете делиться своими мыслями. Они же... Ну, ты мне хорошо, что мне напомнили. Я сегодня опубликую какие-нибудь мысли. Очень чудесно. Все, всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok